Привет всем! Мы Драма Кингс, мы танцуем, мы поем. Подписывайся на YouTube-канал Страна FM, там будет полное интервью, ты сможешь его посмотреть, ставь лайки и все будет круто. Ну, мы изначально танцевальный коллектив. У нас была большая команда в городе Санкт-Петербург. Мы участвовали во всяких соревнованиях, очень много повыигрывали. И внутри этой команды мы втроем постоянно танцевали. И так получилось, начали снимать всякие видосики, танцевальные именно. Ну и как-то вместе двигались, дружили, дружили, и это переросло во что-то большее. Начали люди как-то там подписываться и так далее. То есть это начало становиться даже чуть-чуть популярным, может, в то время. А потом мы пошли на проект «Танцы на ТНТ». Участвовали втроем, хотя там можно участвовать по одному. Но мы участвовали втроем. Ну нигде не написано. Ну нигде не было написано, что нельзя втроем. Поэтому мы пришли втроем. И все. Вот, наверное, так. А сейчас мы поем. Ну как тройка мы не участвовали в каких-то конкурсных, наверное, соревнованиях или еще что-то, я не знаю. Только «Танцы на ТНТ». То есть у нас есть достижения на командном уровне, с большой командой. Но это было так давно. Но зато мы выиграли все фестивали в России, которые были по, не знаю, по современному уличному танцу. Давайте так назовем. По современному уличному. Очень академично звучит. По стрит хореографии. Пожалуйста, запатентуем это. Я Марк. У меня не было собственных проектов. Я занимаюсь полностью проектом «Драма Кингс». И в плане организации там всяких фотосессий там всего. Короче, занимаюсь организацией, грубо говоря. Ну и пытаюсь это развивать все. вывести на какой-то другой уровень. Вот. Наверное, так. Привет. Я Саша. Я алкоголик, да? Я Саша. Я тоже занимаюсь только драмой. По факту у меня нет проектов, которые медийные, которые бы кто-то знал. Они скорее такая внутренняя кухня. И мне нравится, что эта внутренняя кухня, она остается где-то у меня, где-то у нас. И не появляется особо в интернете. Наверное, не время еще. Поэтому только «Драма Кингс». Вот. А, и сейчас мы, да, еще начали это, петь. Но об этом никому не рассказывать. Это секрет, да. Смотрите дальше. Привет, меня Леша зовут. Привет, Леша. Привет, Леша. Ну, собственно, веду преподавательскую деятельность во всех ее проявлениях. Веду группы, естественно. Ну да. Инди. Да, мы все даем мастер-классы, индивидуальные занятия. Записывайтесь. Группы, записывайтесь обязательно. Мало времени очень дорого. Пишите, не стесняйтесь. Звоните, присылайте голубей. Да, кстати. Ну, если брать танцы, то мы приезжаем в зал, там, и что-то начинаем придумывать. Обычно я просто придумываю какое-то направление, вектор, но сам матерям, мы там стоим как-то сочиняем вместе. Вот. А если брать музыку, сейчас мы еще только туда влезаем, ну, залезаем, поэтому, ну, пробуем. Мы нифига не понимаем. Но это очень интересно. И нам, естественно, есть люди, которые в этом шарят и нам помогают, да, пока, ну, на этом, как, на этом этапе. Но мы хотим, естественно, прийти к тому, что мы сами будем уже писать треки и прям полностью, и все, и слова. Но пока нам просто помогают. Ну, то есть поддерживают. Да, полностью выстроить продакшен и как-то делать. В этом направлении мы еще в поиске, потому что мы пока не понимаем, как это работает, в отличие того танца, потому что мы там давно, и мы знаем, ну, всю кухню изнутри, а здесь мы просто ничего не знаем. И наугад пока вот что-то пробуем, пытаемся, и поэтому так. Назло всем хейтерам. Да, и там мало у кого, в принципе, это получается, мне кажется, с первого раза. Но мы будем работать, я думаю, и пытаться, конечно же, вот, стараться и сделать что-то качественное и творческое. Самое главное, что у нас есть пока желание и интерес в этом, поэтому, мне кажется, перспектива в этом есть. Вот. Визуал, в принципе, нам нравится. Ну, не хочется называть себя там певцами или танцорами. Ни в коем случае эти ярлыки не для нас. Вешать эти ярлыки, просто, ну, заниматься творчеством, что-то создавать. Это прекрасно, клево. И в этом столько энергии, вдохновлять людей на какие-то, может... Да, вдохновлять и вдохновляться. Это самое главное. Вещи. Да, это самое классное. Ребетируем под свои треки, да? Я не понимаю. Если брать российский рынок, ну, сейчас в России очень популярен рэп. Ну, реально, ну... Даже определенной локации, по-моему, нет? Локации? Кальянной, по-моему, нет? Что-то такое. Ну, не, в целом рэп. Ну, он массово популярен. Да, он сейчас вместо рока вылез, наверное. Помните, когда-то рок был в топе сейчас? Рэп, Моргенштерн. Ну, я, видимо, из тех времен, когда мне казалось, что рок был в чьем. Группа Нервы? Нервы, да, вот это. Или Рома Зверь. О-о-о. Это рок-поп такой, или как направление было. Сейчас рэп. Ну, это рэп, это все рэп. Ну, разновидности рэпа и хей-хоп, да, все его вариации, наверное. Да, все его вариации. Это все рэп, все равно рэп. Ну, мы треним тоже, но я вот, не знаю, за себя скажу, наверное. Давай. Ну, мне нравится разная музыка. Вообще, могу тренироваться под все, что угодно. Не зацикливаюсь на каком-то стиле. Сегодня послушал рэп, завтра Бугачеву. И от этого счастлив. Ну, как бы так. И мне кажется... Ну, это сложный вопрос, на самом деле. Ну, мне кажется, у творческого человека не должно быть каких-то рамок. Стол процентов. Ты слушаешь определенный стиль музыки, тренишь под определенный стиль музыки. Все по настроению. Мне из последнего... Ну, как из последнего. Я последний год. Вот я обхожу все треки. Новые, старые, неважно. Но вот один человек, я постоянно к нему возвращаюсь. Он не очень... Раскатаю штаны. Раскатаю штаны. Давай. Он не очень популярный, судя по его подписчикам, Дайла. Исполнитель Дайла. The Daila, по-моему, или Дайла. Как-то так. Он в Америке сейчас какой-то парень. То есть у него такие интересные треки. Я прям залипаю вот на него. Он в Испании. А я читал, что он в этом, в Америке, да. Ну, это не очень важно. Переехал, да? Не знаю, мне вот сейчас я, ну, из-за того, что я делаю сейчас видос под группу Too Fit, ну, видела работу просто творческую. Я поэтому это часто слушаю. Это такой секси-рок, я это называю. Такой глубокий. Ну, а я, Леша, так сложилось, что я ненавижу рэп. Да нет, шучу не весь. Просто мало треков слушаю из того, что сейчас модно. Ну, я не специально, мне просто сложно это слушать. А так, из групп, которые в последнее время слушаю много, это Muse и Arctic Monkeys. Смотри, какая, наверное, хореография. Про какую? Слушайте, ну, вообще танцы в России очень сильно развиваются, если честно. И люди, которые говорят, типа, сейчас какое-то там TikTok поколение или еще что-то, это бред, потому что есть и то, и то. Ну да, появился TikTok, это просто новый уровень. Это, наверное, началось, когда появился этот чувак. Как его звали? Вот это движение делал. С портфелем? С портфелем. Бэкпэк, кит? Да. Ну, это три года назад в Америке появилось. Да, 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 вот. И тогда я понял, что сейчас, ну, вот реально, вот когда он появился, реально какое-то сменилось, как будто... Эпоха социальных танцев какая-то. Ну, вот, да, что все начали это повторять массово. Ну, то есть, вот этот TikTok появился, все это начали выгружать, повторять челленджи. Но танцы именно профессиональные, они очень развиваются сильно. Сейчас вот молодежь, которая, новое какое-то поколение уже танцоров, которые там с четырех лет ездят на классы в Америку, ну, и ты на них смотришь, это просто убийцы. Ну, для меня это. Мне кажется, танцы развиваются очень сильно. И благодаря там даже проекту «Танцы на ТНТ» они популяризируются сильнее. Открывается больше студий, многим это становится интересно. Создаются какие-то... вот сейчас есть канал большой на Ютубе, как он называется, «Dance Theory», да? «Dance Story», по-моему. «Dance Story», да, что такое. Короче, много всего. Ну, реально. Мне кажется, еще будет больше, больше, больше. Устраивается какой-то вот сейчас фестиваль, видеоработ танцевальных, там, призовой фонд 100 тысяч или там рублей. Ну, что-то... Ну, какие-то вещи сейчас происходят, которых раньше не было. То есть танцы реально перешли на какой-то другой уровень. Не танцоров сейчас воспринимают уже никак. Ну, здорово, что это теперь не просто танцоры, как сольные единицы. Они стали коллаборировать, не стали подключаться. Даже тот же видеопроект, про который сказал Марк, туда приглашаются режиссеры, которые отсматривают эти работы. То есть они начинают как-то коммуницировать с танцорами, которые, в принципе, раньше не выходили на этот уровень. И поэтому, отвечая на вопрос, что происходит сейчас с хореографией или танцем в России, ну, это очень стремительно развивается, и это очень круто. Короче, все прикольно. Да, это прям классно, это лучше, чем было 5 или 10 лет назад. Да, раньше были вот только соревнования, и уровень танцоров был, ну, именно, что мог достичь танцор, это танцор. Танцор. Что мог достичь танцор. Так пренебрежительно. Короче, что мог достичь танцор, это только там выиграть какой-нибудь фест, либо батл. Ну, и месяц ходить, классно чувствовать. Или там дойти до уровня того, что он может давать мастер-классы, там ездить по городам. И все. Ну, это было пределом. А сейчас столько всего. Да, и мы хотим... Это, наверное, идет просто с развитием соцсетей в первую очередь, верно, с развитием приложений всяких, которые это позволяют. Тут же брать ТикТок, Инстаграм. Просто раньше вот, да, то, о чем говорил, появляются медийные личности, да, но мы о них не знаем. Но по сути тот же хип-хоп или другой стиль, он появился за счет того, что людям что-то нравится, они это повторяют. Позднее стал медийным уже с теми же соцсетями. Ну вот, и сейчас, конечно, популяризировалось другое. Ну, типа, вот та самая аудитория, которая в ТикТоке, там и в Инстаграм популярна. И, наверное, это в первую очередь, ну, по мне лично, дало какой-то подъем. То есть соцсетями прям танцы стали массово популярны, потому что это действительно интересно, колоритно. Получается, ТикТок это круто. Танцуют-то все, ну, реально. ТикТок это неплохо, почему нет? Это круто? Везде есть какие-то минусы, везде, во всем есть какие-то плюсы. Чуха-чуха, мы вообще нет слова не сказали. Мы сами ТикТоки снимаем. Сашка. Я сказал, ТикТок это круто. ТикТок это круто. Так, ой. Сами ТикТоки снимаем. Нет, дело в том, что нужно понимать, что есть ТикТок, ну, есть какое-то профессиональное прям отношение к танцу. Для кого-то это просто, у всех разные отношения. Вот у меня мама любит ходить на зумбу. Это хобби. Да, это хобби. И ей не нужно там выигрывать фестивали и так далее. Ей просто кайфово и круто. Ей же не будут писать люди, ты не развиваешься в танцах. Ты недостаточно кайфуешь. Да, да, да. Она ходит реально для кайфа. В этом, ну, и суть, что просто танцы есть разные. И у всех разные отношения к этому. Кто-то относится более профессионально, кому-то просто прикольно снимать видосы в ТикТок. И это неплохо. Но самое главное, главное не забывать, что танцы, в первую очередь, приносят эмоцию и удовольствие. Многие это забывают. Да, сплэш. Сплэш, да. Ездили в сплэш. Вот для меня всегда это какая-то, ну, такая интересная история. Я как будто с другого мира. Я вроде это принял, ну, в какой-то момент, что это есть. Это прикольно. Но, короче, я вообще другой. Но не понял. Я не понял, да. Не понимаю, что происходит. Но не какие-то другие люди, которые снимают эти ТикТоки, они такие все какие-то другие. Единорожки. Ну, это же их работа. Да, но мы делаем это в какое-то удовольствие, может, еще что-то. Нет, короче, они же прям, ну, как это назвать? Они прям работают. Им это нужно делать каждый день. Нам это не нужно делать каждый день. Это превращается в рутину. Да, 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 да. То есть я и говорю, что, ну, когда вот приехал, я немножко такой, блин, это же реально работа. Ну, типа, люди работают. Короче, для меня это было таким удивлением. Они реально, хоп, что-то записали. И тут хоп, вышли такие серьезные. Оп, там я, оп. Ну, возможно, на нас так же люди смотрят, вот кто не в танцевальной истории. Типа, танцы, работа. Типа, мы же тоже, получается, раз включились в процессы, раз выключились. Нет, я тебе и говорю, что, ну, насколько все поменялось сейчас. Ну, да, да, я понимаю. Я говорю, что наверняка со стороны это так же. Это так круто. Ну, видимо, пока следующая социальная сеть не дает. Я вообще не разбираюсь, честно. Я не понимаю, как работает тикток дома. В чем интерес, не понимаю. Нет, мне есть ощущение, что, блин, это каждая социальная... Как это? Дети прячутся от... От взрослой жизни? От взрослой жизни, да. Типа такая некая обеспеченность, наверное? Ну, они уходят в какую-то соцсеть. Был Инстаграм, там были сначала, ну, дети. Пришли взрослые, монетизировали, все. Все, дети пошли в следующие. Дети ушли, да, в тикток. Сейчас тикток тоже так же, возможно, переборазуется. Сейчас тикток монетизирует прям нормально. И этот будет. Лайк. Ну, а сколько долго это будет? Да, мне кажется, это наоборот будет расширяться. Почему нет? Это же коллаборация, это и круто. Они же развиваются за счет друг друга. Это кайф. Тот, кто это придумал, это прям... Молодец. Во. Ну, человек прям молодец. Испытание. Ну, это такой сложный вопрос. Наверное, принятие себя и принятие своего творчества. Это самое, наверное, сильное испытание. Если я правильно понял вопрос. Да, боязнь быть пи***атым еще есть такая. А, мы же материться можем, да? Ну, то есть многие боятся этой... Это ответственность, наверное, сильная. Ну, перед аудиторией, перед всеми. И многие просто боятся этой пи***атости. Это как в танцах. Есть многие люди... Синдром ученика, типа? Да, да, да. Есть многие люди, которые очень долго развиваются, но не могут перейти эту грань ученика. Ну, то есть они ходят постоянно... Им нравится, когда их воспринимают учениками. И вот они такие ходят, ходят. И вот прошло 5 лет, 10. И они боятся показать немножко... Больше? Ну, это как шаг назад. То есть, если тебе будет какая-то претензия, ты скажешь, ну, я же, блин, ученик. Ну, что вы хотите? Короче, мне кажется, не все вывозят медийность. Ну, я не считаю нас даже пока какими-то медийными. Мне кажется, блин, вот эта вот другая планка, серебрити, я не знаю, наверное, живет на антидепрессантах. Ну, есть ощущения. Потому что как бы ты просто не относился к жизни, ну, или там ходят по психологам всегда. Я просто не представляю. Сто процентов. Ну, это прям сто процентов. Потому что как бы ты не относился просто к жизни, все равно ты, если увидишь какой-то там негативный комментарий или еще что-то, ну, как бы все равно. Вот отвечаю. Любого человека это задевает. Ну, вот мне кажется. Ну, это сто процентов. Чуть-чуть даёкает. А это же копится. Я вообще, прикиньте, пишут, сдохни. Каждый день. Умри. Нет, разные, разные. Да нет, разные. А, но что касаемо вот медийности, мне кажется, это, ну, самое сложное, это вот ответственность. Ну, да. Ответственность за твой контент. Давай. Алексей. Это твоя фраза была. Прописано тут все, да. За то, что ты несешь в массы, за то, что ты пропагандируешь. Давай твоя река, да? Можно я так буду сидеть? Да, давай. Мне что-то так удобно. Пожалуйста, говорят, расслабься. Да, все, можно. Да я не знаю. На самом деле я со всем согласен. Где подписать? Что вы все сказали? Боязнь развиваться, вот это, пробовать что-то. Это даже не боязнь, скорее, а нежелание расти. Ну, вот оно есть. Я просто хожу для удовольствия. Понятно. Ну, развивайся, ты же от этого получишь больше удовольствия. Ну, как мне кажется. Но для некоторых это, для многих, это просто не нужно. Да, в той же зумбе все равно степы разные есть. Ты не будешь на один степ ходить. Короче, мы больше в танцы уходим, чем к артистам. Наверное, когда мы станем медийными и пи***тами, тогда мы сможем вернуться к этому вопросу и объяснить, как это вообще. На данный момент вообще понимания нету, если честно. Есть какие-то базовые штыки. Не, ну, многие же нас, допустим, для всех людей разное понимание медийности. Да, вот типа ты был в телеке и все, ты приезжаешь, вот я сейчас... В Аху. Ну, я был вот сейчас на Сахалине, откуда я. Там просто вот я зашел в этот там какой-то... Кабак? Кабак, да. Назовем это караоке. Ну, там друзья позвали. Звезда зашла. Да, там началось. Звезда, вот это вот, блин. Ну, и меня прям, мне окраснел. Ну, типа. То есть стыдно. А еще каждый второй подходит. Чем? Можешь танцевать, брат? Ты же еще поешь, блин. Ты еще и поешь, да? Как это вообще происходит? Брат, ну станцуй, у меня день рождения. Вау-ла. Да, а ты такой... Через что проходит? Я не хочу танцевать. Артисты свое становились. Через стыд. Такой, я не хочу танцевать. Так как? Поэтому, мне кажется, ну, сейчас понимание... Если раньше реально же было, как большая пропасть между... Ну, были медийные люди и были обычные люди. Ну, и медийных, их не было там миллион человек. А сейчас непонятно кто. Разный уровень медийности. У кого-то 100 тысяч подписчиков, у кого-то 200, у кого-то 300, 400, 500, у кого-то миллион. Ну, и то есть всех же знают. Тут еще понять, в чем медийность вообще заключается. Да, да, да. У кого-то там 50 тысяч подписчиков, а его треки знает вся страна. Ну, и вот... Ну, а какая-то рожден, например. Да, как рожден. Типа у него там вообще мало. Мы такой... Такая группка людей, которые вообще, по сути, не пишут каких-то таких постов. Ну, реально. Но я вот сейчас начал. Я сейчас буду, короче, высказываться. Я понял, что это важно. Лидеры мнений. Ну, я раньше отмалчивался. Ну, правда. Вот очень... Я как будто не реагировал. Ну, вот просто. А сейчас понял, что это важно, наверное, говорить и важно рассказывать. Ну, постоянно. Но не навязывать свое мнение, а просто делиться мыслями. Ненавижу, когда... Я вижу какой-то пост, и там говорят именно, что нужно делать. Нужно быть веганом. А, классно. Нужно быть политичным. Нужно быть толерантным. Ну, все... Нужно, 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 нужно. И такой думаешь, почему нужно? Каждый как хочет, так и живет. А высказывать мнение, мне кажется, это круто. Ну, высказывать свое мнение, но не обижая никого. Просто высказываешь, говоришь, да. У нас так было. Мы начинали с этого. Мы начинали с того, что у нас всегда были конфликтные ситуации со всеми, потому что мы высказывали свою позицию. Но это было на таком ребяческом уровне. Потом мы перестали это делать и абстрагировались. То есть мы занимались только своими какими-то вещами. Ну, конкретно я точно. То есть я уходил прям от всего этого, потому что это неинтересное обсуждение. А сейчас вот мы буквально на днях опять вернулись к тому, что, возможно, стоит сейчас действительно свою позицию постоянно высказывать. Потому что иначе как будто в интернете происходит, как собаки лают, как будто их никто не может успокоить. Вот мне, ну, не знаю, по моим ощущениям, это было именно так. Поэтому теперь, наверное, мы будем это делать более активно. И да, я уверен, что наша аудитория, которая с нами, будет считать нас лидерами мнений. Но мы реально ничего не пишем просто там. Ну, не ведем. Ну, не ведем. Мы не блогеры, короче. Это большое упущение, на самом деле. Да. Вот это надо уметь делать. Вот писать эти текста, как-то... Пусть за меня скажет мой танец. Вот так. Задавать какие-то постоянно вопросы. Общаться. Я не знаю, в чем, да, в чем делать. Но это надо уметь. Это прям надо уметь. Либо учиться этому. Еще вот я понял, что я не могу иногда правильно текстом сформулировать подачу. Может, ты пишешь текст, и потом смотришь, люди некоторые реагируют так, а ты вообще охренеть другое. То есть он начинает видеть в этом какую-то агрессию или еще что-то. А ты вообще имел в виду другое. И на тебя начинают как-то, ну, немножко, ну, агрессировать. Ты такой, а этого не было в тексте. Откуда вы это что придумываете? Поэтому еще, наверное, такая боязнь. Ну, не боязнь, не боязнь, а нежелание потом дискуссировать на эти темы. Правильно слово сказал? Ну, да. Красиво звучит. Спасибо. Красиво. Что-то общаться потом. Ну, не хотелось. Есть дела, и я всегда думал, что не хочется тратить на это энергию, силы, на вот это общение лишнее, на дискуссии. А сейчас вот буду иногда это делать. Да, но нам нужно научиться... Раз в месяц хотя бы. Нужно научиться формулировать правильно свои мысли и подачу, потому что это действительно очень сложно донести до других людей. Все так воспринимают по-разному. Потому что визуал, то есть когда я первый раз пришел на проект, я не понял, что меня хейтит жестко. Ну, я вроде, ну, типа, сам по себе, ну, там, никого не обижаю, как бы. Но когда я общаюсь, и как я выгляжу, у людей вызывают эту другую картинку. И что бы ты ни говорил, 50% людей, неважно даже, хоть ты будешь говорить и рассказывать про котят, они найдут в этом какой-то негатив. Вот. Визуал. Визуал. А я Алеша. Не совсем понимаю. О чем разговариваю? Да. Честно, лидер мнения. Я, честно, и не знаком с этим понятием. Лидер мнения? Может, вы мне расскажете, да? Ну, это, типа, люди, которые просто пишут какие-то посты, там, рассказывают там просто... Ну, можем, например... То, что ко мне не относится вообще никак. Ну, типа, нет. Ну, грубо говоря, за нами, вот... Ну, смотри, есть такая Наргиз. Да, вот. Она лидер мнения. Вот, я поэтому подписал сегодня. Ну, например, видишь, вот, значит, у тебя такое отношение, ты не можешь воспринимать это или еще что-то. Ну, мне честно просто... Может, мы с тобой проговорим? Давай, давай, проработаем, потому что... Это дорогой сеанс. С этим уже люди уходят, знаешь, таки. Это уже долго. Там же никого нет. Сейчас в зал, мы тут общаемся, сидим. Ну, не знаю, мне сложно выражать свое мнение. А вообще, реально чисто по виду, как будто я у них интервью должен брать. Ну, давай. Или у психолога. Мы вообще-то давно вместе. Не, реально трахаетесь. Да, ну, да, да. Трахаетесь? Ну, че? Ну, хоть иногда... Ну, разочек было? Слушай, ну я трахаюсь. Ну, не с ним. А с другим парнем? С его парнем, но он не в курсе. Ну, наверное, стоит сказать, что, в принципе, у нас менталитет такой русский. Если отталкиваться от этого, всегда у меня в голове было, что русский мат — это очень сильный энергетический сгусток, который позволяет... Как и красиво, да? Правильно выражать. Крайне четко дать... Вот, маленькие промежутки к времени. Видите, я без мата говорю, нихрена непонятно, блядь. Типа, такой сгусток энергии, который четко подает тебе вектор, по которому ты все понимаешь. Поэтому у нас, ну, войну если брать, эти все, как они там приказы отдавали, все на мать. Поэтому мне кажется, что это неотъемлемая часть культуры нашей. И если сейчас в песнях это очень уместно использовать, это дает такой сильный эмоциональный всплеск. Поэтому да. Но если это постоянно... Сука, блядь! Давать какую-то такую штуку, это... Короче, вот мне... Если мне... Я в это верю, когда, ну, человек, вот он это говорит, типа... По-настоящему? По-настоящему я в это верю, в треках, то да. Ну, там... А когда это выглядит, ну... Типа, что он в жизни... Типа, что крикнул... В жизни так бы и сказал? Да, да. Ну, нет, что... Вот просто как выкрикивание специально, то это не очень... Ну, типа, да, гав. Тейрбэги? А, ну, если послушать американские треки, вообще там... Слышал, что они поют? Рэперы, там просто же жесть. А тут момент еще же образования играет очень большую роль. Ну, просто... Тут, да. То есть... Тема в том, что на их языке это просто звучит, может... Красивее? Красивее. У нас к мату относятся очень жестко. Ну, я честно, мне пофигу. Ну, я вообще... Смещил, да? Да, вот. Пофигу. Я с маленького города, я слышал это каждый день. Когда там 4 года уже все матерились и ходили, ну, как бы... Я по этому... Наверное, все зависит от направления же. То есть, если это какое-то... Если это уместно, это прикольно. Да, наверное, так. Если Пугачева материлась бы... Да, если Пугачева будет петь... Бл***ть такая... Ну, как странно. Возможно, я бы ей поверил, потому что она может это сделать. Прикинь? Давай, что... Такая вышла такая... Сука! Своей вот этой позе... Зато-то как это по энергии будет, прикиньте? Без микрофона. А, сука, это не мат, кстати, да? Получается, да. Иначе не сматерилась даже там. Я постоянно матерюсь, но я реально пытаюсь себя отучить от этого, потому что, ну, мне не идет. Есть много людей, кому это не идет. И тем более в музыке. У меня сразу обратная реакция. Я такой, о, там... Хороший бит, например, да? О, вокал, ничего. И там, блядь, выключаю сразу. Следующий трек. Ну, то есть, очень часто бывает такое, что невозможно это слушать, и не совсем понятно, а человек сам понимает, что это, ну, невозможно. Ну, то есть, это не очень уместно. То есть, такой момент. Я понимаю, что я матерюсь... Не очень. То есть, у нас такое чисто лояльное отношение. Понимаете? Классно, если это уместно и круто, и ты в это веришь. Наверное, вот это основные тезисы. Да. А сейчас же мат запретили в интернете. Вообще, даже на видео. Или как? Как это, да? То есть, все будет запретить, да? Только матов в интернете стало из-за этого в три раза больше, больше, больше. Да. И мне кажется, это уместно. Мне кажется, это в тему. Нужно ли образование? Нужно ли? Учиться и обучаться чему-то нужно. Систематизировать себя нужно, конечно, чтобы не быть, там, ну, разгильдяем каким-то. Ну, систематизировать, да? То есть, чтобы ответственность была. Ну, просто для многих, мне кажется, вуз это хорошо, потому что они, у них есть ответственность. Им нужно приходить и что-то делать. Если ты можешь в жизни сам себя, ну, воспитать, то контролировать это все, то ходи на курсы. Нахрена учиться пять лет? Особенно творческая профессия, я вообще не понимаю. Хотя я сам так сделал. Но это у нас, как этот, вот видите, я все там в голове говорится, что-то хочу столько сказать и не могу. А сейчас. Мата запикивает сам. Мата запикивается. И там как-то кардиограмма. Ну, типа, вот этот, чисто российская. Ну, это советская, наверное. Советская, да, штука. Образование важно. Ну, просто все. Это так надо. Это шаблон жизни, наверное. Да, шаблон жизни, никто не понимал, почему. И все это, наверное, просто сейчас. Школа, университет, потом по профессии идешь. А потом еще, да, жена. Потом у тебя будет пенсия, и все будет классно. Если говорить про сейчас... А квартиру когда покупать? Жениться в 20, ну, в 28 второй ребенок должен быть. У нас так было. Короче, современные реалии, как бы, позволяют нам не получать, наверное, высшего образования, потому что, ну, мы все знаем, что у нас в России оно, мягко говоря, да, хромает. Все стремятся куда-то уехать, либо самообразовываться. Почему вот этот блогинг сейчас стал популярный? То есть люди начинают сами изучать все, не знаю, какие-то марафоны проходить, еще что-то делать, обмениваться опытом с зарубежными какими-то коллегами-блогерами. Я не знаю, как они друг друга называют. Поэтому, наверное, ответ да, можно быть без образования, но не стоит забывать о том, что нужно самого себя, самообразование. Не знаю, как это правильно сформулировать. Корочка, дипломная корочка тебе не говорит о том, что человек суперобразованный, мудрый и вообще может принимать адекватные какие-то решения. Ну, то есть, не знаю, это тоже можно как бы назвать ярлыком каким-то. Поэтому, наверное, кому-то это нужно. Я бы вот с радостью не не пошел бы в небе. Это как сходить в армию, кому-то это действительно нужно, кому-то это прям человек его уничтожит. Наверное, как-то так. Я сейчас вот сижу, думаю, нахрена я там учился? Вот, а я там же учился, я наоборот скажу, что, блин, классно, что я там учился, потому что если бы я тогда не пошел, то я бы другим был бы. Нет, там был один полезный предмет. Основной, и все. Местерство? Да. Ну. Композиция, постановка. А остальное? Ну, что я там? Блин, четвертый курс хореографии, там, русский танец, нас заставляют покупать какие-то дудки деревянные и рассказывают о том, как танцевали в избах. Ну, вот, например, ему это не подошло. Как интересно мне. В 2020, ой, как он, ну, тогда не 2020 был, да даже 2014 год, знать, как танцевали в избах. Вот на хрена мне это объясните. Ну, это же какие-то старые супер темы. Или зачем мне знать, как записывать? Знаю историю, знаешь, к чему придешь. Возможно, кто-то из тех людей, ну, я уверен, что нет. Дудки деревянные. Ну, может быть, кто-нибудь из тех людей взял бы и стал заниматься фольклором. Стал бы ездить по... Фольклором, но вот это единственный человек в России, и она работала в том буре. Вот она искала всех приемлемых, поэтому она на тебя надеялась. Короче, ну, это... Есть предмет или там... Диплом пишем. Как у нас? 21 век, да, сейчас на дворе. Зачем, объясните мне, записывать письменно? Ну, а ты ставишь постановку, ну, работу. Я же знаю, да, как постановку ставить. Нет, я имею в виду, зачем записывать свой танец письменно? Типа на раз. Ну, видео же нет, да? Ни хрена никто не придумал. Чтобы лучше запомнить, видимо. И вот у тебя там 10 листов вот этой херни. Ну, ладно, там, если брать классический танец, там еще у движений название как бы есть у всех. А тут нет, ну, как? Что ты там? Сделал вот так вот. Пишешь на раз, делаю вот так вот. Рисуешь. Короче, это такой бред. Смотреть рисунок один. Да-да-да. И там стрелочки для рук. И ты сидишь реально и думаешь, на хрена ты тратишь на это время? Ну, просто ты на это убиваешь просто там неделю. Вот зачем? Самодисциплина. Если бы вот были, наверное, пары прям нужные, ну, какие-то... Блогинг, например. Да вообще, просто я не понимаю, почему, типа, ты хореограф, и у тебя должны быть только хореографические пары. Ну, дальше там третий какой-то курс. Короче, хочется, чтобы было много полезной информации, а не ненужной. Или ты зайдешь в аудиторию, там стоит чувак, рассказывает про народное художественное творчество. Это все безумно интересно, но какой от этого... Как мне поможет это в современном мире, скажите, вот, пожалуйста. Ну, вот честно. И вот много таких пар, которые... Не много, большинство, 90%. Ну, зачем ты тратишь время и деньги? А обучение, оно дорогое. Мне кажется, ну, ты понимаешь, что вот эту информацию, которую ты получил за пять лет, ты мог получить за три месяца и заплатить 30 тысяч. Но есть все равно огромный плюс в том, что мы начали с этого... Дисциплина какая-то появляется. Ты понимаешь, что от тебя, ну, то есть, если говорить про школу, да, там за тобой бегают, в университете, если ты не сделал, все, до свидания. То есть, ты хотя бы понимаешь, что у тебя есть ответственность, тебе за это может лететь, если ты не пришел, ты не сделал. Блин, почему я не родился чуть позже? Сейчас, сейчас, в смысле? Ну, да, ну, потому что сейчас все есть. И сейчас можно за, реально, там, за пару... Даже в танцах, если брать танцы, за пару лет развиться просто очень сильно. Ну, ты бы не видел того, что видел. Да. Это же понятно. А мы шли к этому, ну, прям долго. Но зато у нас есть опыт. Опыт? Мы знаем цену этому, понимаешь? У нас есть опыт. Так, ну, сейчас попробуй сформулировать что-нибудь. А мы о чем разговариваем? Смотри, вот. Об образовании. Это я помню, кстати. Я забыл. Не совсем понимаю вот этот антоним, который образовался. То есть, блогинг и образование. Почему блогер не может быть образованным? Или почему блог не может быть об образовании? Вот. И это круто, когда блог идет об образовании, об какой-то, знаете, информации, нужной людям. Он не просто так становится блогером. Это же интересно людям, значит, смотреть. Вот. Это все популяризируется. Это намного лучше работает, чем система, которая у нас создана. Как по мне, как я вижу систему, это очень долгая такая для ребенка, там, или для студента выборка того, чем он хочет заниматься в дальнейшем. Но это все натянуто просто за уши. Как мне кажется, нужно все-таки больше свободы давать в этом плане людям для самообразования. Ну, сейчас, благо, да, при развитии соцсетей, как уже говорили, это все более популяризировалось, и люди могут сами выбирать свою стезю, да, по которой хотят двигаться. Те же танцы. Ну, да, вот в танцах, если брать вот эту систему, это вот танцевальные команды, знаете. Это вот реально тоже выстроенный бизнес. Когда люди приходят в какой-то коллектив, с них берут деньги за то, за это, им не разрешают никуда ходить, они не видят вообще ничего. Я твой тренер, я отвечаю за твое мастерство. И это реально так происходит. Это чувак, там, прозанимался 10 лет танцами, приходит на какие-то классы и понимает, что не умеет танцевать. А потому что он, ну... Потому что его наебали. Да, потому что его наебали. Ну, короче, образование — это то, что надо вкладывать, вот, а не брать с этого деньги, что ли, как-то зарабатывать, с этого пытаться. Оно может идти как бы вкупе, чтобы как бы друг друга дополнять, скажем так, да, вкладываться дальше. Но, по сути, это все какая-то очень серьезная такая коммерция, непробиваемая. Вот, но единственный плюс... Не могу долго сидеть. Нет, это единственный плюс твой? Я не могу долго сидеть. Единственный плюс, мне кажется, во всем этом — это... Ну вот, бывает же, слово вылетает из головы. Единственный плюс в этом — это минус. Воспитание... Сейчас, это минус. Это два минуса, получается. Воспитание, как сказать... Да поймать уже. Сдержанности, что ли, усидчивости. Ну, это такой себе... Ну, это просто, что я вначале говорил, да. Хотел сказать плюс, да, но получилось так... Типа это тебя может чуть дисциплинировать. Дисциплинировать, вот спасибо, это слово. Дисциплина. Да, то есть, возможно, это дисциплина и какое-то социальное воспитание. Вот как по мне. Я общаюсь сейчас с разными людьми в плане возраста, и я вот... Вот это новое поколение даже, да, людей, они настолько открыты. Ну, я понимаю, сколько во мне вот всяких принципов всяких. Ну, из-за того, что я все-таки немножко старого времени. Я учусь у них быть такими же открытыми к миру и вообще проще относиться ко всему. Вот реально. Я понимаю, что у меня путь в два раза больше, чем у них, но я понимаю, что и что. Все, ну, столько всего в мире. Короче. Образование нужно, но не в вузе. В первую очередь самообразование. Ну, образование. Учиться важно и на протяжении всей жизни. Да, да, учиться это круто. Тому, что нравится и тому, что... Учиться круто, не учиться не круто. Но не в вузе. Не обязательно идти в вуз, короче. И, блядь, дисциплина. В вузе тоже можно. Русский язык подправить, дисциплину сделать. Поставь точку. Блин, ну мне нравилось. Мне нравилось учиться. Ну, слушай, я бы вернулся и отучился на связиста. Честно. Ага, у нас еще два часа. Если бы я мог, я вернулся бы. Просто учился бы. Учился бы на связи стоить все. Если хочешь, останься. Останься просто так. Если хочешь идти... Иди. Если хочешь забыть... Забудь. Дружочек, рассказывай. Я в играх залипаю больше всего. Это какая соцсеть, простите? Это... Пацанская. Не знаю. Ну, давай, давай, давай. Я, наверное, одинаково мало залипаю в соцсетях. И в этом моя проблема большая. Потому что то, что я делаю, нужно... А в каких? В каких залипаю? А в каких ты залипаешь в этих соцсетях? Никаких. Мне вчера скинули название соцсетей. Как я тебе говорю? Помнишь вчера? Нет. Короче, какая-то штука появилась новая. Это я так сейчас. Нимсис. Там ни фото, ни видео. Там создаются диалоги для обсуждения. То есть человек записывает голосовое сообщение. Клабхаус? Да, да, да. Да, правильно я же говорю? Клабхаус. Да, что там записывает. Ну, как мне объяснил вчера Байбик. Голосовое сообщение. Я вот хочу себе установить. Голосовое сообщение. Ты приглашаешь туда аудиторию. Ссылка вот здесь. Да. И ты... И начинается обсуждение. Ну, то есть какой-то проблемы, еще чего-то. Вот. Это прикольно. Это я просто так вспомнил. И хочется установить это. Это мастер. Я не сижу в соцсетях вообще почти. Я только по работе. В инспинсте. Тикток я не залипаю. Отношусь к этому больше как к работе. А если залипаю, залипаю в интернете. Вот Пинтерест люблю смотреть картинки. Потому что в творческом деле, мне кажется, насмотренность это вообще самое важное, что может быть. Там прикольные образы подбираться. Да, да. Типа вот просто сидишь и... Референсы какие-то. И у тебя в голове очень много всего. Ну, и вообще всякую инфу читаю. Но тикток я не могу залипать. Ну, вообще. Ну, короче, для меня это странно. Это испытание? Испытание? Да, это сложно. Он пока еще не стал твоим, знаешь? Так, надо больше времени, чтобы он к тебе привык. И ты к нему. Мне очень жалко время. О, где я залип сейчас, так это в пульсе. Что это? Да, это, короче... Да. Это здесь, бро. Да, это по инвестициям в соцсеть. И там очень прикольно. Ничего не понятно. Но все так яро объясняют, значит, кто куда вложил, кто сколько заработал. Это, ну, это забавно. Меня это увлекает даже. И Тинькофф инвестиций. Короче, бизнесмены у нас будущие. И я чуть-чуть вопрос этот изучаю. И, ну... И в соцсети залипаю, получается. И вы изучаете. И я изучаю. И вы изучаете. На инстанте остановим, да? Не, ну и Телеграм еще тоже полезная история. А, Телеграм тоже соцсети? Ну, можно назвать. Там очень много полезных каналов, которые ты можешь... Ну, вообще, на любую тему. Тот же самый инвестиции. Сиди, читай, там прогнозы. Тот же самый Егор Крид. Егор Крид, например, молодец. Что, почему? Ну, просто привет Егору. Он нас не знает, но мы его знаем. Инстаграм, да? Телеграм. Чисто образовательная история. Но в Инстаграм бывает залипаешь на... Ну, ты думаешь, что ты по работе зашел. И начинается листание танцевальных видео. Каких-то еще. Я смотрю специально танцевальные видео. Вот. Но если к этому относиться как к насмотренности... Для насмотренности. Ты такой думаешь, ну, в целом нормально. Потом думаешь, а я еще и хочу кино посмотреть. Потому что кино тоже важно снимать. Там кадры выстраивать, да? Нужно... Начинаешь фильмы смотреть? Нужно что-то актуальное. Ну, прикинь, это самообман. Быть актуальным, короче. Лишь, обманываешь себя просто. В наше время. Поэтому надо смотреть всегда. Но вот на тупые видео я не люблю залипать. Но залипаю, потому что у меня тикток какой? А, у меня бомжатский тикток. У меня всякие... У меня, короче, там вот эти с деревней бомжи, которые... Ну, в основном, блин. Чисто по работе, насмотренность. Ну, вот эти всякие красивых людей мне не нравится смотреть. Все красивые сейчас. Интересно. Мне нравится, да. Трушные нужно. Тогда там вот, там, ва-ля, вот это. Она идет к нему, а он там, о, проснись. Она его бьет, там. Это ужасно. Ну, это круто. Прикиньте, раньше просто... Сейчас любой бомж может стать популярным, там, не знаю, за неделю. Приехать. Куда? Видел на Versus Bad? Я тебе показывал. Чувак. Ну, это так круто. У них тусовки свои в курсе есть, да? Ты просто за две недели можешь стать... Не знаю, да с каких за недели... За один пост ты можешь стать известным на весь мир. Кто-то к этому относится негативно, потому что... Типа, ты нихрена не сделал для того, чтобы иметь это. Ну, по факту. Мне, наоборот, прикольно. Я прям даже рад этому. Как будто бы... На Ютубе набрало видео, где лимон катится. Там 4 минуты катится лимон, он останавливается, продолжает копиться. То есть там сюжетные, да, какие-то повороты есть. Повороты. Да, и там просто миллионы там просмотров. Я понимаю, что я сам смотрел себя. Это было интересно. И вот эти вздохи автора, это невероятно. Всем советую. Это так круто, ну что это доступно в наше время. Там такое напряжение. Ты просто сидишь... Ты жил в своем городе, был каким-то маленьким по факту человеком, вообще никому неинтересным, занимался какой-то фигней. Ты выкладываешь видео, как ты голожопы, там, не знаю, на льдянке катаешься пьяный. Или пивка пивешь с зятем, да? Да, или пивка пивешь с зятем. Это все видят. Это прикольно. А что мы говорили? Мы говорили, где ты залипаешь. Так. На что-то конкретное намек идет, нет? Мне показалось? Ну, мне пишут много познакомиться всяких девчонок. Ну, в основном. И парней. Да. Ну, и бывают парни, да. Какие-то пишут странные. Ну, это вообще супер странные. Что еще? Да, задают вопросы в основном про танцы всегда. Какие-то там. Ну, вот это. Сколько лет занимаешься танцами? Ну, это такая фан-база. Что для тебя танец? А можно вопрос? Уже есть. А что для тебя танец? Сейчас я выиграю. Слушай, а можешь написать Марку, а то он не отвечает? Да. Или «А скинь текст песни?» Вот. Да, да, да. Есть такая тема. В основном по работе пишешь, на самом деле? Какие-то предложения? Не знаю. Рекламные какие-то штучки? Или что-то поставить? Или класс? Ну, то есть Инстаграм. Да? В общем, Инстаграм у всех. Правильно? Такая активная социальная сеть. Мне не пишут по работе. Я постоянно. Я только какие-то... Мне предлагают колонки зато, да, скажи? Колонку, да? А, колонку? Да. Ну, то есть там реклама, такое все. А, гивы, участие в гивах, спамы всякие. Ну, иногда присылают что-нибудь. Мальчики пишут. Сумасшедшие красоты люди. Ты удаляешь вот так. Ну, и все, наверное. А если брать, когда были на проекте, было много... Вот в мою сторону, когда я один участвовал, я помню, было много хейта. Прям сильно. Ну, это тоже, да. Мне прям писали такие неприятные сообщения, я прям помню. Ну, согласись, ты сейчас уже не замечаешь всего этого? Нет такого? Да как не замечаешь? Не знаю, я вообще не замечаю ничего. Нет, не то, что про хейты я тебе говорю. Про все вот такое, что там красивый или плохой, или понравилось, не понравилось. Ты уже эти сообщения, они у тебя в голове просто... Не, ну, понятно. Я даже не смотрю. Да. А тогда было прям обидно. Ну, прям... Ты такой думаешь, ты человеку ничего не сделал, а он на тебя так сильно злится. Ну, из-за чего? Из-за чего? Ну, не понимаешь, короче. Ты реально как будто его обидел. И его иногда хочется переубедить в том, что ты не такой. Ну, это неправильно. Ну, раньше так было. Что, блин, или хочется как-то, может, ему помочь. Почему он такой злой? Было-было такое. Да, почему такой злой? У меня же была такая история. Помните, я рассказывал? Что, вот, ты там плохие слова, там, в порядок. Не отвечаешь мне. Я говорю, привет. Ну, типа, я хотел, собственно, на вопрос ответить, не успел еще. Ой, ты мне ответил. Блин, вы классные. Короче, ребят, я ложу за вас. А у меня было наоборот. Там такое сообщение. Ты там, любимый-любимка, я восхищаюсь тобой, обожаю тебя. Ты не ответил. Ты не отвечаешь. Ну, там, муж-то не успел, допустим. И через день, там, гандон. Ты, получается, отвечаешь на это сообщение, и потом так, да, опять тебе. Так что, два дня, возможно, сидел в телефон смотрел. Два дня ждала. Просто. От любви до ненависти. Да, от любви до ненависти один шаг. Один гандон. Мне еще нравится, знаешь, там, ну, прям реально сердечки, там, и там, гандон, или черт. Да, да, да. Ты уже написал и ждешь, чтобы отправить. А ты уже думал, чтобы ответить. Ну, ты хотел ответить, а тут тебе гандон. И вы вместе, да? Совпали. Совпали. Некоторые тезис напишут, да? Люблю. Почему не отвечаешь? Как дела? Раньше обижался. Но мне кажется, это от человека зависит. Я просто очень ранимый. И мне вот вообще изначально было нахрен непонятно, почему, ну, так, ну, вообще вот это хейт. Мне кажется, хейт, это чисто российская, да, какая-то история? Нет. Да нет, в соцсети нахерить. Ты видел хоть один, там, комментарий, типа, а-ля? Тим Берлейку негативный нет. Нет, нет, ну, типа, наоборот, хороший. Ну, по крайней мере, их очень мало. Люди не выражают свое позитивное. Да? Если их на это, ну, типа, не сподвигнуть как-то, типа, а-ля, напишите отзыв, сказать им об этом, типа, сделайте. Вот. Они, если захотят что-то написать, то это обязательно будет какое-то негативное. И да любой, вот, не знаю, там, паблик или блогера посмотреть. Я раньше просто к этому суперсложно относился, а сейчас, ну, есть, есть. Просто если выражают свое мнение, то почему-то только негативное, а не позитивное. То есть не говорят о том, что, о, классно, мне понравилось. Ну, очень мало, по крайней мере, говорят, но очень мало. В основном это прям вот обсирание. И даже не по себе становится. И это, наверное, первая причина. Какое слово ужасное ты сказал. Ой, не по себе. Именно не по себе. Именно не по себе. Обсирание, ты сказал? Ну да, есть такое слово. Что это за слово? Мной придуманное. Муной. Хотя нет, даже где-то... Мулан, Муно. Муно? Ну, что-то палец болит, кстати. Бывает. Ну, сейчас нас жестко. Мы же начали еще вот сейчас пытаться в музыку залезть. Ну, реально пытаться. Сейчас начали пищать. Нас в танцевальной сфере, ну, хейтили. Ну, и до сих пор хейтят, как бы, там, что-то ржут иногда, прикалываются. Ну, нам как бы, это уже точно плевать. Если честно, блин, ну, это такое неинтересное. А сейчас мы залазим в музыку еще и еще... Они прибавляются, да? Мне прям в личку пишут, ну, вот, мне пишут, чувак, рэп, это не твое, а танцуй. Заканчивай. Ну, или там, чувак, это не твое. Танцуй свои танцы. Да, танцуй свои танцы. Да, да, до этого, наверное, еще и писать. Да, он же, причем, как бы, танцвай провязывай. Лай танцевать. Ну, короче, да, вот, ну, пытаются... Мне кажется, людей какое-то соревнование. Я ему напишу, чтобы у него не получилось. Слушай, ну, это как психологу сходить. Не получилось у меня, пусть не получится ни у колбова. Есть такая фраза, покричать на апельсин, блядь. Вот им делать нехер, они сидят, и им нужен куда-то этот эмоциональный стресс. Покричи в подушку еще. Есть интернет, они это пишут. То, что это неприятно в любом случае. То, что мы не реагируем, да. Мы не реагируем. Но сейчас мы планируем все-таки войти в эту... Ну, короче, в музыке мы же не так еще уверены еще, ну, как в танцах. И это может нас, конечно, задеть. Это немножко, да, чуть-чуть нас... Потому что мы такие еще все серые такие... Мы хотим в этом развиваться. И, естественно, это немного... Блин, ты реагируешь. Потому что ты ищешь одобрения, потому что ты сам еще не уверен в том, что делаешь. Нужна поддержка, да. Наши родные. Наши, да, да. Близкие люди, друзья, ну, кто реально... И мы сейчас поняли, ну, вот я понял, что это вообще самое важное. Ну, реально, вот дружба, родные. Ну, это все прям очень классно. Ну, меня это мотивирует и вдохновляет. Когда мне там близкий человек скажет, блин, да, ты справишься, ты сможешь. Это прям... Мурашки пошли. Уф. А я вот недавно был в этом... Ты периодически включаешься. Я недавно был в... В том городе я классный был? В Магнитогорск. В Магнитогорск, вот, недавно приехал. И застрял там. Это ладно. В Магнитогорске... И там после класса, там люди были на классе, после класса ко мне подошли там... Команда, короче, людей. С какого-то города они, по-моему, не с Магнитогорска, они с кого-то приехали. Чувак был в Добидже. Такой пацан. Артем. Наверное. Да. Я не забыл. Прости, если ты будешь это смотреть, прости, я забыл, как тебя зовут. Короче, они... Говорят, можно мы тебя станцуем твоей командой? И они выучили по видео, станцевали все это. Ну вот прям после класса они приехали, чтобы это станцевать, они подготовились. У меня просто слезы пошли. Я думаю, что за... Ну вот такие вещи тоже я бы назвал поддержкой. Это было круто, короче. И вот такие моменты, они супер искренние и вообще... И вот это... Ради этого стоит этим заниматься всем. Я курю, пью иногда. Курю. Сигареты. Плюс-плюс. Хороший мальчик. Я бананчики кушаю. Вредная привычка. Но, скажи, неистово. Вредные привычки. А, ну я играть люблю. Я могу часами залипать в телефоне, потому что, ну... Да, для тебя это вредная привычка. Да, это вредная. Я это признаю, но мне это нравится. Там это другой мир абсолютно. Это мир заряженных людей, я считаю, просто, которые... На другой волне абсолютно. Который отрывает тебя просто от мира. Иногда это хочется сделать. То есть многим нужно улететь на острова, там, уехать куда-то отдыхать, например. А мне достаточно вот этих, там, пары минут или часов, или дней, да, там, позалипать, как бы. И я все отдохнул, потому что я погрузился немножко в другое. Я разгрузился сразу в свою голову. Ну вот. И, ну, для меня лично это вот... Вредная привычка на 50-го левел. Сказал, да. Орк. Орк. Орк, Леша. Орк, Леша. Ну нет. Орк или вообще? Кстати, не по фэнтези. Нет, не по фэнтези. Точно, я тоже позалипать люблю. Ну, да блин, да себе. Ну я не, не получается. Просто не столько, сколько я. Я не успеваю залипать, столько вот что-то делаю. А у меня не получается. У меня дома есть и Xbox, и Play. Я не могу. Не получается. У меня даже компания, поэтому я знаю, что если я его куплю, я перестану работать, я перестану жить вообще просто. Существовать перестану. У меня нет ни компьютера, ни Play. Хочу, хочу. Вот очень хочу. Я тоже ничего. Вот, давай купим, потом выиграете. Это просто мне, ну вот. Очень хочется, если честно. Да? Очень хочется. Мне вот не хочется. Я никогда не играл прям в игры там, поэтому не знаю. Не, мне в детстве нравилось. Почему ты же в Миньонов легал? Бананцы. О, да. Эти. А, ну это когда тебе совсем делать не надо. Слушайте, а я знаете во что играю? Это раньше было. Я, когда катаюсь и отдыхаю, я убиваю зомби. Вот вы хоть одного зомби видели? Я их всех убил. Я всех зомби убил. Возможно, таких как мы. Возможно. Все еще не наступает. Я, да, блин. И монетки вы не видели на рельсах? Это он собрал все. Я понял, что хочу зомби апокалипси. Блин. Это же прикольно. Ну, типа, человек же, он уже получается не человек, он же уже умер. Ну, то есть его можно... Мутиков, да? Ну, по-палту. Ну, он... Аполитичный. Аполитичный, да, наверное. Это такое понятие плохое. Стоять, да. Ну, типа, сейчас нельзя себя считать аполитичным. Следим. Следим. Нет, интересно. Переживаю. Все ли мы понимаем? 100%. Ни хрена не понимаем. Поэтому мы считаем себя некомпетентными в данном вопросе и вообще как бы... Обсуждать это все. Но вот в целом, ты просто уже, знаете, не знаешь, где правда, где ложь. Насколько сейчас запутано. Да, и вот это на самом деле и делает тебя аполитичным. Потому что ты... Вот честно скажу, я последние месяцы из-за того, что происходит, ну, сейчас, да, хочется. Хочется знать, хочется вникнуть. А что? Кто виноват? А в чем проблема? И ты начинаешь вникать, разбираться, но в итоге ты не понимаешь, кто врет, кто прав. И настолько это все, ну, как бы... Позиции эти все разные, стойкие. И ты понимаешь, что и этот может соврать, и этот может соврать. А кому верить в таком случае? Ну, начинаешь верить как бы себе и выбираешь какую-то стороннюю позицию в этом всем. Ну, как бы лучше... Я вот переживал, когда вот эта вся история произошла. Я прям переживал. Типа, я думаю, блин, да как? Как так можно? Почему это происходит в нашей стране? Ну, типа, почему... Ты сейчас говоришь конкретно о чем? Ну, почему его закрыли, типа, да. Ага, закрыли. Ты про это? Да, почему? Ну, почему это произошло? Я прям переживал. Думаю, блин, так же могло сделать с каждым, по сути. И, ну, меня это прям бомбило. Я не знаю, как этому помочь. Митинги? Ну, это, конечно, все классно, но многие люди туда идут просто... Я скажу, для чего люди туда идут. С разгвардии под... Я знаю, что туда идут люди, знаете, для чего, блин, поснимать контент, блин. Да-да, поснимать контент. И это меня больше всего убивают. Ну, это же... Там есть видео смешное, где этот... Девочку спросили... Конечно, это классно, что они пропагандируют. И задают какой-то вопрос просто дебильный. Такое. Типа там... А вы знали, что этот-это находился в штате у этого? Ну, и какую-то... Короче, просто тупую херню влевую сказали. Придуманную. И он говорит, да, я знаю. Понятно. Короче, люди, наверное, делают это для моды, для контента. Кто-то реально верит, что эту страну можно там изменить и еще что-то. Я очень надеюсь, вот честно, что все будет хорошо просто. Ну, правда. Что реально все наладится как-то, и все эти конфликты угаснут. Потому что это витает в воздухе постоянно. Это напряжение. И люди становятся злее. Но это чувствуется. Не хочется этого. Хочется мира, добра, любви. Вот. Чтобы все улыбались. Честно говоря, хочется, чтобы что-то менялось. Хочется, чтобы это решилось. Знать, как будет лучше. То есть, да, если... Ни хрена не знаем. Да, но мы ни хрена не знаем. Вот даже сейчас шел разговор о том, что непонятно, зачем, там, посадили, да. А почему понятно? Да, я... Нет, я... А может быть, он не прав. А кто прав? А вот ты все слушаешь, это все точки зрения. И настолько разные точки зрения. Некоторые просто противоречат друг другу. И ты не понимаешь, как вычленить правду. То есть это можно делать, я не знаю. Этот фильм про... Веществами только. Ну... Про аквадискотеку. И потом начал читать другие статьи, где опровержение всему этому. И там тоже так убедительно... Очень убедительно. Очень убедительно написано. Ну, типа, что... Короче, земля плоская. Да, он не имеет к этому отношения. И ты... Вот как мне быть к человеку, который, ну, вот... Не связан с этим? Ну, кому верить, реально? Это вот непонятно. Хочется что-то сделать. Хочется за лучшее. Мне кажется, многие так... Я готов там идти на эти митинги. Но в чем смысл, если эти митинги, типа, нужно подписывать бумагу, чтобы разрешили этот митинг? Ну, то есть... Тут все так запутано, что непонятно вообще. Непонятно вообще. С какой нитки дергать. Ты хочешь, но ты просто, ну, как бы, по рукам и ногам связан. Нужно это изучать. Мы находимся в творческой среде. Мы делаем людей счастливыми. Поднимать какие-то проблемы важно. Я вот хочу сейчас с помощью творчества поднимать какие-то важные вопросы. Для этого нужно... Для этого нужно силы, терпение. Но и социальные вопросы, и все. Но лезть туда, чего не знаешь, это, конечно... Да, здесь это правда. Мы будем вдохновлять людей, мотивировать. Но это очень интересная тема. И я, не знаю, с каждым годом все больше и больше меня туда тянет. Но я стараюсь особо не прыгать. Потому что... Не знаю, правильно ли это, но, наверное, правильно. Да блин, он мне недавно... У меня сейчас чуть не бахнул. Он тебе сказал, говорит, у нас есть друг, он афроамериканец. Он говорит, в метро шоу ему кинули зигу и что-то прокричали. Он говорит, 2021 год на дворе. Ну вот всякие такие моменты. Ну там, расизм, феминизм, политика. Ну все, ну это же много, да, всяких. Экология, куча. Все волнует, честно. Ну меня, по крайней мере. Я когда это все смотрю, все равно переживаешь. Особенно там и за экологию, и за животных, и то, что происходит и в стране, и расизм. И вообще это все. Это не вызывает никакой... Короче, нет такого, что я такой... Хер с ним. Ну, смотришь и переживаешь. Но не хочешь переживать. Хочешь, чтобы уже все наладилось. Конечно, такого не будет. Может, это какие-то мечты. Вот эти вот... Вот этот идеальный мир, где просто будут бегать по травке вот эти... Красивые вот эти, знаете, всякие персонажи. Ну не знаю, как в мультиках. Вот они бегают, вот это все. Радуга вот эта, блядь, ненастоящая. И все так ахрененно. И все лежат довольны солнцем. Вот это бить. И все счастливы. Хочется так, но так не будет. Что с этим делать, хрен знает. Ну, пока... Помогать, чем... О, я сейчас хочу, кстати, сделать... Помогать какой-нибудь благотворительной... Заняться благотворительностью. Делать благотворительные классы. Мне кажется, это вот это... Вот этим я бы занялся. Это вот полезно. Чем меньше рассусоливать. Разусоливать. Нет, я не хочу даже поднимать это. Ну, это типа, для меня это суперличная тема. Вот, давайте так. Я, блин, засыпаю, чувствую. Я, короче, паслону. Паслону? Пас. Пас. Вот так вот бывает. Не люблю это елозить и вообще... В девушках я люблю... Волосы. Знаете, нет, это... Я люблю доброту, заботу. Такие качества, чтобы вот у человека было. Мне нравится больше, чтобы девушка не была, типа, объектом для развлечений. Мне больше нравятся такие, ну, чтобы она была другом. Вот, больше. И поддерживала. Вот. Такое. Это, наверное, самое главное. Внешне, понятно, сейчас все, блин, красивые. Ну, реально, нет? Ну, для всех понятия красоты, оно сейчас вообще стерлось. Если раньше просто реально были какие-то рамы... А сейчас, блин, все красивые. Куча красивых людей. Но вот, наверное... Найти прям... Вот, чтобы это прям вот так все сошлось, это, конечно, наверное, очень сложно. Я нахожусь сейчас в отношениях. И что я больше всего ценю? Своей девушке, наверное, это честность. И вот для меня всегда какие-то недосказанности или обиды, вот когда они копятся, это все превращается в ком, оно катится и в итоге к плохому всегда приводит. А в наших отношениях, ну, как-то все даже слишком честно. Вот, знаете, так бывает. Ну, как-то правдиво. И даже сейчас, например, вот в данный момент, например, мы находимся как бы в ссоре, но я знаю, что мы это решим. Мы ругаемся уже второй день. Так мало кто ругается прям с криками, с матом, с молчанками там. Ну, вот мне кажется, как у всех бывает. Но я знаю, что из этого мы выйдем в любом случае. Мы найдем какой-то компромисс, либо консенсус. Вот, и решим этот вопрос. И в этом я максимально уверен. Поэтому да, для меня важно в отношениях, наверное, в первую очередь честность. Друг к другу. И перед собой тоже. Ну, да, все правильно, парни говорят. Все классно. Наверное, тут стоит сказать, что отношение к девушке, наверное, нет, не так. Что ты ценишь не в девушке, а в человеке. То есть первое, что честность, это сто процентов, и это внутренний, наверное, стержень. Вот так. Для меня это, наверное, основные моменты важные. Чтобы ты был честен, ну, и у тебя были какие-то свои базовые штуки, принципы, которые ты двигаешь. Вот и все. А, еще. Я просто записываю. Все, правда. Да, у меня все так. Получается, да? Да, я в отношениях. У меня все отлично, замечательно. Я очень-очень рад этому и счастлив. Это классно. Всем советую, кстати. А, ну, еще амбиции, мне кажется, должны быть какие-то, общие цели, я не знаю. То есть они должны быть как у каждого, да, там, отношения. Да, это вообще. Это на самом деле любые, если можно так сказать, партнерские отношения, да, они, как сказать, обязывают иметь какие-то цели, задачи, как совместные, так и индивидуальные. Это, мне кажется, одни из самых крепких отношений, именно партнерских. Поэтому важно двигаться и вместе тоже. Сейчас вот уходит момент вот этот, да, накачивания губ, поп и прочего. Ты про тюнинг, да? Про тюнинг. Ну, сильный тюнинг, давайте так. Раньше просто, мне кажется, проблема была со вкусом, например, да, у людей. Перетачивали. Перекачивали. Сейчас, кстати говоря, это все соразмерно, мне кажется. Очень многие накачивают губы, ну, в смысле, так, знаешь. И это нормально красиво выглядит. А-ля убирают огромный нос. И действительно так лучше. Это, ну... Или делают красивую грузь. Делают красивую грузь. Конечно, главное, ну, с размерностью вкус во всем этом. Да? Да. С размерностью. Вот у меня знакомые, я видел там, скулы сделали. Очень прикольно выглядит. Ну, типа, просто там... Ну, это не операция какая-то, там просто как и в губы. Гиалуроновая кислота, да. Или кислота. Гиалуроновая. Гиалуроновая, да? Гиалуроновая. Гиалуроновая? Короче, мне кажется, классно, чтобы человеку было комфортно. Ну, скулы сделали. Самим с собой. Скулы, губы, все, что хочешь. Главное, чтобы человек чувствовал себя комфортно и полноценно. Вот так. Мы к этому относимся. Ну, классно. Если человек счастлив и чувствует себя классно, то ты на него смотришь и думаешь, круто. Ну, и даже у него такие губы, ну, нравится, да. Да и, в принципе, в каждой твари найдется пара. Поэтому, если тебе нравится... Если у тебя рога, блядь, я скажу. Дорога, да, то найдется такой... Красный плащ. Другой такой черт. То есть, получается... Главное, чтобы было комфортно. Когда человеку комфортно, тебе рядом с ним тоже будет классно. Вот. Ну, я, наверное, планировал лет в 14. Но потом это как-то само собой отпало. Я, ну, честно... Ну, не то чтобы смысла в этом не вижу. Для меня всегда это было такое, что что-то, ну, как сказать, значащее, да. То есть, я там видел, когда татуировки бьют, например. Когда аллергия на какой-то металл, например, да. И вместо кольца бьют себе татуировку, да. Там, свадебную, например. Да, то есть, это что-то значит. Вот. Наверное, для меня просто татуировка всегда была чем-то таким. Но дело в том, что у меня нет ни одной татуировки. И многие, кто делали первую, потом говорят, ну, там проще, да. Там или там втягиваешься, еще что-то. Ну, вот как-то желания, наверное, ну, больше не было. То есть, если бы для меня было что-то действительно какое-то знаковое, что я бы хотел, ну, как сказать, показать, да, на своем теле, возможно. Ну, или боялся бы запомнить номер телефона, например, да. То есть, вот, кстати, практическая ценность, да. У многих там проблемы с памятью бывают. Ну, не у многих, там есть люди, скажем так. И они набивают важную информацию, да, и это им помогает в жизни. То есть, ну, какая-то практическая ценность татуировки. То есть, вот. Или когда люди теряют, там, не знаю, он даже видел фалангу пальца, например, потерял. Он просто набил ноготь. Вот. И это смотрится естественно и прикольно. Да. Ну, да, ну, это странно. Чуть-чуть, короче, палец, ну, как бы вот на ноготь. Ну, как бы, но это незаметно. Это просто вот так вот, как бы, может быть, даже юмористично подошел. Ну, не так, Саш. Одну фалангу. Вот так смотри. Ага, одну я так не могу подогнуть. Смотри, я могу. Ну, вот, как бы, ну, чуть-чуть, короче. А, еще, когда, например, люди лысеют, да, они что делают? Татуаж. Ну, это как татуаж, по сути, да. Да, да. Вот, делают. Это, ну, в этом, я считаю, практическая ценность есть хорошая. И это, ну, помогает, почему нет. Слушай, у меня нет ни одной татуировки, но я охренительно к ним отношусь. Это очень красиво, моментами даже очень-очень красиво. Вот и все. А у тебя есть татухи, кстати? Да, да, много, да. Ну, у меня спина... Ну, покажи, ну, покажи. Ну, что там, есть что-нибудь? Ну, спина вся забита. И руки тоже. Тут что-то, тут что-то, тут тоже что-то, да? Ну, много, короче. Ну, мне нравится. Для меня это энергетический какой-то выброс. Не думаю о смысле, значимости, ну, какой-то философии. Не, я вот, я хочу набить татуху, я еду, и пока я еду, что-то я вот чувствую, что хочу именно вот это. Да, и все. Энергия. В каждом тату есть энергия. Поэтому, и что это в этот определенный момент. Короче, все, как это, рок-н-ролл. Мой, рок-н-ролл. Все, я один раз просто, мы тусовались в бар, и я поехал, набил татуху. Ну, то есть, мне нравится, когда это, скажем, мое отношение, чтобы это вот было вот... Да по кайфу тебе все. Чтобы это было по кайфу. По кайфу. Понятно, и любой человек делает это по кайфу. Да тут ты можешь ходить, видишь, двери открываются. Короче, я не отношусь к татуировкам как к какому-то виду искусства, там, что я вот хочу красиво, чтобы было. Вот знаете, ну вот, понимаете, просто я не знаю. Я просто их набиваю и вот набиваю. И вот ради того, что вот захотелось. Мне нравится бить тату. Я люблю тату. Монтажный тату. Я люблю тату. Хорошая группа. А бумага — это деньги. Ты Мохот? Ну мне, наверное, ну тысяч сто и вообще нормально. И вот тысяч сто, да, я прям ништяк бы. Ну вот в себя, ну, короче, мне лишнего не надо, мне кажется. У меня обратная ситуация. Я лютый транжиром. А я, нет, вот реально. Так я не понимаю, на что это. И были, да, ну были времена, конечно, у всех были. На такси. Я там не супербогатой семьей тогда. Ну вообще не сбогатая, совершенно. С обычной семьей. Ну да, зарабатывать надо было. Прямо сложно и сложно. Я как-то супер просто отношусь к деньгам, легко пришли к деньгам. К деньгам. Как правильно? Деньги к деньгам. Скажи к валюте, к валюте. К валюте. Это более широко? Я очень просто отношусь к валюте. Она вот есть в ноздре и есть, скажи. Короче, я очень легко отношусь к деньгам. И, ну там, быстро ушли, быстро пришли. И какой-то период... Ну, реально, у меня небольшие потребности, поэтому, наверное, у меня нет потребности в машине, у меня даже нет потребности копить на отпуск. То есть я вообще... Нет потребности, не знаю, постоянно есть у ресторана. Ну, нет такого. Или там нет потребности постоянно к вещам. Раньше была, кстати. Ну, все купил, которые хотел, а не остались. Нет, ну, то есть все зависит от потребности, наверное. У самого человека. Вот у меня их немного. Я раньше думал, блин, телефон каждый день, каждый год менять, айфон новый. Сейчас вот хожу с восьмеркой уже сколько, и думаю, а на хрена мне покупать? Ну, что там будет? Там ничего не будет того, что мне нужно. В целом. Короче, потребностей нет, поэтому 100 тысяч мне было бы вообще достаточно. Не, ну ты же любишь угощать. Тогда 150 такой. Нет, да 100 тысяч. На 100 тысяч я бы... Это с гостинцами? С гостинцами. 100 тысяч с гостинцами? Ну, а что? Ну, там, ну, питание, ну, что там? Ну, так, конечно, если в Москву не гонять, каждый... В Питере вообще нормально. Не, ну в Питере 100 тысяч, во! Класс. В Питере, да, вот сотка вообще. Есть еще и квартира своя, скажи, вообще его. Да, я говорю, бомбишься. Нет, у меня не своя, я снимаю. Ну, это я без квартиры сейчас сказал. Нет, с квартирой даже. Да? Да, с квартирой сотка. Ну, у тебя на проезд, мне кажется, столько выходит, нет? Какой проезд? Ну, такси катаешься в Питере потом. Где, в Питере? Да. Да нет, там дешевле в 4 раза, чем в Москве такси. Я, короче, недавно понял, что у меня, ну, для всех по-разному, реально, у всех разные отношения, но меня это вообще не возбуждает. Меня возбуждает создание чего-то, деньги, как именно деньги, ну, что их там будет много или мало, вообще нет разницы. Ну, нет вот какого-то... Хотя, ну, я знаю, что большинство людей это прям возбуждает. Ну, типа деньги, чувство денег, что достаток есть, там, вот это... Ну, вот меня нет, у меня какая-то другая энергия, может, я идиот. Ну, многие говорят, типа, что надо к этому серьезнее относиться, но вот я как-то до сих пор не получается. Не испытываю я от этого эмоции, не чувствую себя счастливым, и это, наверное, главное. У всех разные отношения. Только я люблю бабки. Я люблю бабки, да, почему нет? Просто в последнее время, как сказать, начинаешь задумываться, ну, вот в силу, да, тех же ситуаций, в стране, например, в силу того, что родители, например, взрослее становятся, стареют со временем, да, и начнутся тоже проблемы. И хочется, во-первых, устаканиться самому, да, в финансовом плане. Ну, и как-то не думать об этом, не считать копеечки, все равно это напряжено. Вот, если, знаете, богатые люди живут дольше, вот, нервничают меньше. Еще хочется позаботиться, ну, и о родственниках тоже, и, в принципе, об окружающих меня, родных людях. Ну, вот, конечно, со временем об это задумываешься. И вот эти возникают постоянные вопросы, а долго ты можешь танцевать? Можно долго, но все равно не до конца своей жизни, да, то есть там понятно, что ты как-то по-другому формулируешь свою работу, там, обучаешь больше, чем танцуешь. Ну, это понятно, это все делается. Просто все равно ты задумываешься о том, а как, ну, там, повысить уже там свои доходы, там. И, естественно, я как очень увлеченный человек начинаю заниматься сразу каким-то инвестициями, разбираться во всяких финансовых схемах, там, что-то думать о каких-то предпринимательских каких-то идеях. Понятно, что сейчас я на самом начале, вот, ну, и... Но буду дальше развиваться в этом плане. И, конечно, хотелось бы выйти на какую-то самодостаточность, да, такую комфортную, которая бы обеспечила, скажем, не только меня, да, но и вот моих родных. Я не знаю, в конкретной сумме, но сейчас у меня такой этап в жизни, что мне хватает как бы там от 80 до 100, скажем так, тысяч. Получается, ну, там, зарабатывать больше, слава богу. Просто сейчас больше времени вкладываешь именно в то, чтобы что-то изучить, в то, чтобы что-то прочитать, научиться чему-то, чтобы в дальнейшем, да, смог обеспечить, ну, как бы, не только себя. Потому что, мне кажется, на данном этапе это только для себя. То есть все равно хочется, конечно же, не останавливаться на том, что есть, на том финансовом уровне, который имеется, и дальше в этом плане развиваться. Поэтому постоянно сейчас нахожусь в поиске, там, новых партнерских отношений, пытаюсь залезать туда, куда, ну, может быть, не время залезать. Пробую, пытаюсь разное. То есть как бы уже у меня мой мир, мой мир не только танцами ограничивается теперь, ну, и как бы способами заработка тоже разными. Меня бесят оливки, меня бесят ананасы в пиццу, и меня бесят лук. А в целом все классно. В целом все классно. Что? Про ананасы в пицце тонко, конечно. Да. Ананас в пицце, да. А еще деньги — это средство. Это инструмент. Это к предыдущей отсылке. А бумага — это деньги. Ну, меня, наверное, бесит то, что я не всегда понимаю значение того, что сказано или сделано. Вот, потому что я слишком прямолинейный для этого. То есть женского языка я не понимаю, вот это меня бесит. Наверное, меня бесит, что все люди действительно, да, в каком-то значении лицемерные. И в любом случае все структуры какие-то, все партнерства, все, собственно, и политика, и все это ломается из-за того, что все пытаются урвать кусок себе, а не всем. Бесит невоспитанность. Наверное, это тоже. Ананас в пицце согласен, кстати. Я не понимаю вообще, никогда не понимаю. Мне сейчас напрягает этот свет немножко, конечно. Но в целом... В целом больше оливки. Мне бесит просыпаться. Вот у вас нет? У меня просыпаться меня прям бесит. Вот именно вот этот момент просыпания. Или разминаться. Ну да, нет, просыпаться. Это прям отвратительно. Вот ты бы спал... Нельзя вот пропустить этот этап, да? Не просыпаться тоже не очень. Нет, нет. Поняли? Когда вот именно просыпаешься только. Фаза пробуждения. Да, потом ты взбодрился, уже норм. Но вот этот момент... Первые 20 часов, догадывайся? Нет, первые... Как? Вот это меня прям раздражает. Слушай, Польф вроде телепортирует. Да, да. Но вот этот момент, вот ты поспал 4 часа, и ты такой... Глаза открываешь, такой... Надо же встать, скрываешь. Ты понимаешь, верхнее веко, а за ним нижнее. Это, короче, вот это бесит сильно. Что еще бесит? Мне бесит лифты, где нет вот этой херни, которую закрывают. Двери? Да, брюки отрубят. Нервничают, да? Отмечаю, раздражают еще. А ты не можешь... Ну, кто-то же идет. Ну, ты слышишь? Подъезд кто-то заходит. Ты хочешь быстрее ее закрыть, а ты не можешь. Ну, потому что нет этой кнопки. Я сразу же вспомнил, что меня еще бесит. Это люди, которые останавливаются резко просто. Да, да, да. Без чего. Просто ты идешь за бабушкой, ты думаешь, быстрее я опаздываю. Быстрее. И она в этот момент... Она слышит, она на каком-то космическом уровне, понимает эту волну, и она останавливается. И ты думаешь, ну, сейчас она пойдет. Нет, она положила пакеты. Ну, то есть, я понимаю, все. Ну, там, устал или что-то, ну, можно в сторонку. И туда же это люди, которые идут и курят. Идут и курят. Один раз я очень долго не высыпался. Вот у меня прям накапливалась злость. Нет, ну, просто даже на улице, особенно вот я когда жил в Питере, Василий Островский, 6 утра, максимальная плотность людей. Ты, если просто вот так вот, ну, типа ноги поднимешь, тебя куда надо принесут чаще всего. И я говорю, я не высыпался там просто днями. У меня было плохое настроение максимально. И я до сих пор корю себя за это. Девушка шла, курила на ходу. По телефону там, ла-ла-ла. Вот, я прям на нее наорал. Я прям наорал, стой здесь, стой. Вот на чужого человека я вообще не понимаю, как так можно было. И просто это не я был, наверное. Но, в общем, я прям наорал на нее, стой здесь и кури. И она это сделала. То есть у нее вариантов не было там даже что-то сказать. А, и последнее еще меня, знаете, что раздражает? Кофты, короче. Тут у меня... Полосатые. Нет, полосатые. Вот это прям меня бесит. Это прям вот самая бесячая херня, когда вот эта веревочка. Почему нельзя сделать так, чтобы она, б***ь, не вытаскивалась? Ну, типа, это же, это же ненормально. Вы же должны это продумать. А потом ты нечаянно там где-то дернул. И ты не можешь это вставить. Ну, это же там нужно брать булавку. Лавку, да, вот это... Короче, это так все сложно. А, если касательно вот одежды, меня бесит, почему нельзя сделать, типа, вот, модную обувь практичной. Ну, типа, у тебя... Нет, ну, хорошо. Ну, не все. Они в войне были. Ну, по большей части. Не появовали. Ну, балансиаги можно вообще носить. То есть у меня чаще всего получается так. Отдельные кроссовки для съемки, отдельные для ходьбы. Они превращаются в тапки со временем, просто такие махровые. Ну, не знаю, как-то вот, ну, очень мало такого. Ну, да. Все в основном сейчас не для практичности, не для удобства. Либо непонятно, по кому лекала делают. Ну, то есть... А, ну, кстати, да. Вот такой тоже момент. То есть ты понимаешь, а как вообще, кому это придет? Ты все перемерял, ни одной не подошло к проблемам. Не, о Фитах еще говорить рано, конечно. Мы все-таки хотим найти стезю. Во-первых, хочется писать треки уже самим. И вставлять прям свои мысли. И все. Короче, хочется рассказывать больше о какой-то своей истории. А не делать просто ради того, чтобы делать. Пока это происходит пока что так, потому что идет какой-то поиск. Если брать проект Драма, да, сейчас мы расширяемся. В этом будет задействовано больше людей. Намного больше. В планах сделать шоу танцевальным. Сделать лагерь. Лагерь это как, ну... Сборы. Сборы, да. Танцевальные сборы. Но он не танцевальный. Но он в основном будет танцевальным. Но продолжать заниматься музыкой. Короче, хочется раскачивать больше. Хочется больше движухи всякие. И очень много векторов, куда можно двигаться в творчестве. Ну, реально. И не хочется как-то, ну, говорить о конкретике. Мне кажется, создавать в этой стране можно до хрена. Ну, в плане тут вообще ничего нет. Сферы-то еще не развиты. Ничего нет. Посмотрим? Все увидят. А, я хочу фильмы снять. Фильм. Да. Летом буду снимать короткометражный фильм. Танцевальный. Кайф, кайф. Пока больше ничего такого. Самая главная в жизни – это, ну, не дружба, поддержка. Самая главная в жизни – любовь. Понимаете, да, что мы просто вот так вкидываем? Да нет, для меня это важно – поддержка. Для меня любовь и дружба, и поддержка, и… Ну, да. Все это очень важно. Да. Это все очень важно. Ну, наверное, самое главное в жизни для меня – стремление. Вау. Стремление – это какое-то слово. Стремление – это когда стремишься, да? Да. Устремляешься. Значит, ты стремящийся. Стремящийся. Стремящийся, сопол. Стремящийся. 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 Продолжение следует...